На минувшую неделю у Комитета по лесному хозяйству появился новый председатель. Напомним, работу предыдущего жестко раскритиковал Павел Коньков и потребовал руководство комитета сменить. Пост занял Александр Жуков, работавший до этого начальником управления координации комплекса природных ресурсов и гражданской защиты населения. Задачи предстоит решать трудные, поскольку дела лесные в регионе откровенно запущены. Взять хотя бы работу с арендаторами и инвесторами. В последнем, как и прежде, готовы всячески помогать, но покрывать их в случае недобросовестной работы больше не будут. Здесь должно быть четкое понимание с их стороны о том, что мы госорган и мы их контролируем. Контролировать черных лесорубов сложнее, но на это есть лесничьи, которые иногда делают вид, что преступников не видят. Так недавно из Родниковского района было вывезено 190 деревьев. Свидетелей якобы нет. Такие факты, когда в таких объемах более 100 кубометров вывозится древесина, конечно, они не могут остаться без чего-либо внимания. Если население на это обращает внимание, соответственно, и инспектора лесные, и лесничие, которые за этим контролируют, также, по крайней мере, должны быть в курсе. Вопрос стоит вплоть до увольнения и до привлечения даже к уголовной ответственности. То есть здесь, прежде всего, мы разберемся в причине, разберемся. Мне это необходимо еще не просто для того, чтобы наказать, но и понять, в чем, собственно, проблема. Новый председатель комитета свой рабочий день намерен проводить не только в кабинете. Обещает выезжать на места. В частности, сейчас, в преддверии зимы, нужно решить вопрос с дровами для жителей. То есть буду выезжать, буду контролировать, буду уточнять на местах, беседовать с населением, что конкретно, что не устраивает. Потому что в обращениях, когда население жалуется на эту проблему, ну, как бы есть типовые факты. Это удаленность делянок, которые им предлагаются для заготовки. Это большая очередность, когда необходимо за полгода, за год обращаться с заявлением. Это низкое качество древостоя. То есть какие-то из этих проблем можно снять. Какие-то, возможно, не сразу удастся снять. На местах Александр Жуков планирует познакомиться и с жизнью лесничеств. Ведь для того, чтобы требовать качества и дисциплины, необходимо создать достойные условия труда, считает новый руководитель. Узнавать, чем живет лесничество, какие проблемы существуют у работников лесничеств. Поскольку для того, чтобы обеспечить, допустим, население, древесины, для того, чтобы проконтролировать, нужна элементарная техника. То есть вот нет техники, и проконтролировать такие большие масштабы лесов, площади, ну, практически невозможно. То есть это уже, получается, фиксы. Экс-председатель комитета Сергей Яблоков с новым руководителем пока не встречался. Хотя Александр Жуков готов с ним поговорить. И, возможно, даже предложить должность в комитете. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.